Два дома по улице Ульянова постоянно находятся в водном плену. От цивилизации жильцов отделяют две гигантские лужи, которые образуются из-за глубоких ям на дороге. Пожилые люди падали, получали травмы. Скорая помощь в этот период с большим трудом подъезжает к нашим подъездам. Приходилось больных людей, которые требовали транспортировки, выносить на носилках. При этом обращались врачи, чтобы жильцы дома помогли, просто помогли их транспортировать с какого этажа, через наши лужи, растаявший снег и так далее. Придворовая территория возле дома напоминает пустырь. Детей не пускают гулять по страшному пятачку, где то и дело встречаются люки и дыры. Здесь теплотрасса идёт, её всё время копают. И засыпают, видно, не очень хорошо. И нету ливнёвки там в конце, и воды уходят в грунт, и получается точечный провал. И даже ребёнок упал в эту яму, и его вытаскивали оттуда. Начиная с 2007 года, жильцы обращаются во все инстанции. Пытаются доказать, что ремонт и благоустройство в этом дворе жизненно необходимы. Ещё приём на Медведева была, я туда ходила. Потом приёмную Путина ходила, потом администрацию городскую. Приезжали сюда комиссия, они всё обследовали, сказали, что всё у вас ужасно. Составили акт и сказали, что будут деньги, мы сделаем. Но вот уже прошло год, никаких денег, ничего. В нашу беженскую администрацию обращалась, к депутату ходили. Никто ничего, нам только обещают. В 2012 году сделаем, в 2016 году сделаем и ничего. На очередном заседании Брянского горсовета было принято решение направить 120 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий. Специалистам городской администрации поручено подготовить предварительный перечень улиц, которые необходимо отремонтировать. Жильцы 117 и 119 домов по улице Ульянова надеются, что, наконец, попадут в заветный список и дождутся ремонта. Александра Седачёва, Иван Зюрев. События. Брянск.